Радио передача предназначена для слушателей старше 12 лет. Добрый день, дорогие слушатели Радио Бум! С вами Большая Перемена, и тема нашего сегодняшнего эфира Благотворители концерт «Да будет жизнь!» И сегодня у нас в гостях Аркадий Стародубцев, автор-исполнитель, а также член Союза композиторов Иркутской области. Аркадий, здравствуй! Добрый день, мои юные друзья! Слушайте, мы уже тут с вами пообщались за рамками передачи в вашей студии. Вы такие позитивные, молодые, очень приятно вас видеть, слышать, и с удовольствием проведу с вами эти 30 минут. Большое спасибо! На самом деле это взаимно, поэтому озвучим сейчас ведущих. С вами сегодня Ксения Соломаха и Александр Лесков. Да! Ура! Ура! И давайте поговорим о вашем творческом пути. Расскажите нам немного о вашей карьере. Сейчас я чувствую таким уже. Пожилым, когда меня спрашивают о своей карьере. Да она только началась, ребята, карьера-то моя. А творчество, оно было всегда в жизни и в детстве, потому что меня... Я сам захотел заниматься музыкой, пошел учиться на фортепиано, закончил школу музыкальную по классу фортепиано, потом поступил в наш педагогический институт. У нас очень сильная была кафедра музыкальная, прямо на уровне там или института культуры, или даже консерватории частично. И вот 4 года занимался, учился, получил достаточно такие яркие знания. Потом я преподавал 10 лет в педколледже. Это тоже была особо интересная история, когда ты 20-летний молодой пришел в колледж, а там, ну тогда еще в педучилище, а там студентки 18-летние, которые вообще не хотят не слушать. То есть примерно такого же возраста. Ну примерно, да, практически ровесники. И прошло какое-то время, когда ты там уже почувствовал себя педагогом, но это прошло не один год, не два, не три, не четыре, может быть, лет пять. Ну то есть это такая интересная история была. Вот. А творчество было всегда, я всегда сочинял, я всегда что-то рисовал. Меня выгоняли с уроков, у меня в тетрадках были какие-то там все нарисованные. То есть я могу рисовать всякие шаржи, и на учителей, на педагогов рисовал, на товарищей, на друзей. И в общем-то так. Такая вот у нас была творческая молодость, которая продолжается и сейчас. То есть постоянно всегда творчество, как бы часть вашей жизни определенная. По-другому, ребята, нельзя, потому что жизнь у нас такая. С одной стороны, понятно, что надо зарабатывать деньги, надо учиться, и надо, конечно, как-то всегда быть на позитиве. А что нам дает позитив? Нам дает позитив наше увлечение. Кто-то занимается музыкой, кто-то хореографией, кто-то пишет какие-то картины, кто-то сочиняет стихи, кто-то танцует, кто-то на скейте катается, кто-то на самокатах сейчас катается. То есть какая-то должна быть отдушина, которая дает тебе в жизни настроение для того, чтобы двигаться дальше. Для меня это творчество, спорт. То есть творчество как именно, как отдушину воспринимаете? Ну, творчество, видишь, получилось так, Саша, что творчество было творчеством, а потом раз, переросло уже в какое-то дело, в какой-то бизнес, в какое-то уже серьезное увлечение. То есть из хобби уже действительно... Знаешь, мне вообще в жизни повезло, что вот хобби стало моей работой. Я же потом 20 лет стоял на сцене, но и сейчас продолжаю, как ведущий, как продюсер, как режиссер. У меня очень есть такие яркие моменты, которыми я горжусь. Я по приглашению Сергея Витальевича Безрукова, художественного руководителя Московского бубернского театра, был режиссером первого международного детского фестиваля в Москве в 2018 году. Ну, а потом так получилось, что мы с ним продолжили работать. И я, в общем-то, горжусь. Это была большая работа. Это была работа с крупными там артистами, музыкантами. И когда мы вышли на сцену Московского дома музыки, где проходило все это событие, это, конечно... Ой, я... Да, это, конечно, очень так позитивно, впечатлительно и познавательно. И так приятно вспомнить. Скажите, пожалуйста, вот вам всегда было, ну, как бы... Вам всегда было интересно работать на сцене, именно работать с людьми, с живой аудиторией? Или первое время вот вы все-таки волновались? Ну, какой-то... Саша, я и сейчас волнуюсь. Я ехал туда, говорю, господи, боже мой. Я уже не первый эфир там уже не знаю даже какой. И вообще, в принципе, и на телевидении работал, и на радио бываю регулярно часто, и каждый день у меня там, ну, каждую неделю мероприятия, ты все равно волнуешься. Каждый раз, пока не начнется, пока не начнешь говорить, пока не выйдешь на сцену, это не убрать никуда. И мне вот старшие товарищи мои, актеры, артисты, музыканты, говорят, что если у тебя уже не будет вот этого тремола, вот этого, да, волнения, ну, ты уже все изжил себя как профессионал, потому что все уже станет такое. Уже не сможешь такие эмоции давать людям. А, это как фраза, что артист всегда должен быть голодным, да? Только отношения и волнения, наверное. Ну, да, ты все равно волнуешься, как бы там ни было это. Потому что встречи с людьми, разные эмоции, как люди себя поведут. Вот мы, например, вчера приехали на прогон концерта, который в пятницу состоится, и я выхожу на сцену и понимаю, что через несколько дней здесь будет там, ну, большое скопление людей. Я уже их представил сидящими в зале, и у меня раз так, дыхание перехватило, но режиссер наш, на роман Григорьевич сказал, Аркаша, не переживай, как бы все нормально, тем более, что у меня же целая команда, у меня и музыканты живые работают, и хоровой коллектив в студии «Ангара» со мной, и фольклорный ансамбль, и кадеты со мной поют, потому что у меня есть разноплановые, разножанровые произведения, и мне просто хотелось людям такой, знаешь, сделать, Саша, отчетный концерт, потому что он должен был состояться три года назад, из-за пандемии это не получилось, и я понял, что вот время пришло, надо собраться всеми силами, но это очень тяжелая работа, правда, и морально, и духовно, и душевно, и финансово в том числе, то есть это не просто так, это вот про творчество, да, мы поговорили чуть-чуть, так затянувшийся мой монолог. На самом деле, про ваше творчество, мне кажется, можно часами болтать, ну то есть, вы работали в шоу-бизнесе, вот этот, по-моему, самый такой невероятный момент, ну, как я, по крайней мере, читал вот из вашей биографии, как вы вообще попали в шоу-бизнес, и почему решили заниматься шоу-бизнесом? Ну, я никогда не думал, что я стану ведущим, потому что первый раз, когда меня пригласили просто поиграть на юбилеи, там, у нас Ямаха была на работе, и я, ну, поиграл, и людям так понравилось, я думаю, надо же, как интересно, людям нравится, значит, что-то хорошо, песни выучил, потом меня на второй пригласили, на третий, на четвертый, как-то так получилось, что сама жизнь меня туда, вот в этот круговорот событий занесла, и я уже понял, что я оттуда не выйду, и когда ты, понимаешь, получаешь удовольствие, когда ты выходишь на сцену, я помню, что я в 2000, там, в 2000 году сшил себе белый смокинг, и когда я вышел там на Новый год, у меня стоял, сидел оркестр огромный, знаешь, ну, это вот прямо было, ну, это было такое достижение для того времени, это было 23 года назад, ну, прямо вот как вот смотришь голубой огонек там, или какие-то на центральных каналах, вот эти все концерты, это было так, и я понял, что все, да, это мое, это мне интересно, и ты получаешь, людям нравятся, люди получают эмоции, и ты получаешь эти эмоции от людей, потому что по-другому уже невозможно. Так друг друга подпитываете, можно сказать. Ну, это как, это как вот, ну, это затягивает, это твоя жизнь становится, ты уже не можешь без людей, ты от них устаешь периодически, потому что их много, но и без них ты не можешь уже, и люди без тебя не могут. Наверное, вот это счастье, я считаю, что это так и должно быть, работа должна приносить тебе настолько удовольствие, и мне повезло в этой жизни, что мое хобби, мое удовольствие стало моей работой. Она такая разнообразная, широкая, там, от режиссера, сценариста, там, до вокалиста, до исполнителя, до, там, шоумена, ведущего и так далее, огромное количество мероприятий за это время прошло, я считал, наверное, около пяти тысяч, потому что было их очень много. Пять тысяч? Ну, пять тысяч, это нормальная цифра. Ну, просто. Мне кажется, даже это нормальная цена, пять тысяч в час, сейчас, да, шучу, но, да, это было с 99, допустим, по, там, там, или какой-то 15 год, я считал, может быть, меньше. Потом моя работа в Москве, я, там, два года отработал, это был тоже такой переезд, когда мне было уже почти 40 лет, и мне сказали, что, Аркаша, а ты куда собрался-то? Я говорю, я в Москву поехал работать, и у меня там были друзья, ну, они там и есть, группа из Новосибирска, зеленые дельфины, которые меня поддержали, новосибирцы, и мы как-то с ними стали дружить, и я вот буквально там, в прошлом, позапрошлом году, ну, сейчас летаю в Новосибирск, по делам, и мне очень приятно, что вот это наши люди, понимаешь, это сибиряки, это особенная кровь, это люди, которые тебя, ну, встречами тяжело, с питерцами, ну, как-то так, наверное, а вот все сибиряки, от Новосибирска до Владивостока, они как бы, знаешь, все братья, друзья там, и все друг друга поддержат, и это очень важный такой момент. Это дух землячества, можно сказать? Ну, это какой-то, да, особый, понимаешь, мне кажется, сибиряки, это вообще отдельная национальность, и не важно, какой-то национальности, в принципе, если ты живешь где-то здесь, в Сибири, ты, о, там, брат, привет туда-сюда, какие вопросы, давай решим. Ну, вот было так. Слушайте, ну, класс. в Москве, конечно, была другая история, потому что я сразу попал, как бы, премиум сегменты, я работал с первыми там лицами, с первыми актерами, и Коля Басков мне подарил свой микрофон, этот золотой, с которым я много лет работал, и никто не верил, я говорю, ну, как, ну, вот, пожалуйста, ну, как-то так, ну, потом, по семейным обстоятельствам, мне пришлось вернуться в Иркутск, потому что там дочка подрастала, и надо было, чтобы присутствовал там отец. Необходимо сейчас дети выросли, видишь, они тоже живут в Москве, и, как бы, в творческие там занимаются, и одна, и вторая, причем, мне кажется, они уже меня так переплюнули вперед, что ушли очень далеко. одна занимается стилист со звездами, а вторая тоже делает вот видео для таких крупных звезд, и я говорю, вообще не понимаю, как вот так получается, но, видимо, должны дети, родители, как бы, перешагнуть, это правильный момент, я считаю, что очень много вложил, самое главное, что-то я разговаривался, нас вообще кто-нибудь не слышит там в эфире, такое назидание, знаешь, ребята, надо всегда работать, вот, однозначно, не бывает так, что ты просто получаешь откуда-то вот сверху какое-то там, да, ты получил искру какое-то вдохновение, там, творчество, какое-то вот свое, но его надо развивать, а для того, чтобы развить, и ты должен и учиться, и работать, работать надо много, вот правда, много-много работать, по-другому не получится, причем, ошибки будут, ты там будешь оступаться, ты будешь там стоять на месте, ты будешь из-за этого сильно переживать, переживать, это вот такая жизненная у нас, как, не то, что как зебра, она вот там вниз, вверх упала, у меня столько случаев было, когда ты вроде на коне, ты просто на вершине там, вообще всего у тебя, чик раз, и все, и ничего этого нет, но встаешь, отрыхнулся, нас, скорпионов не так просто, это, про знак зодиака сейчас говорите, а? про знак зодиака сейчас говорите? про знак зодиака, да. Слушайте, на самом деле, мне кажется, классно, когда все такие, ну вот, я согласен полностью, что надо работать, правда, надо много работать, но когда ты работаешь, и учишь, вы же учитесь? Обязательно, да. На пятерке, надеюсь, опусти момент, нет, работать надо, но когда ты работаешь над своим любимым делом, ну, это очень важно, вам действительно, возможно, Правда, очень повезло, что вы развивались в том направлении, которое вам больше всего нравилось. Это по-настоящему круто, я считаю. Вам большое уважение. Спасибо, Саша, за это. Так приятно. Так, ну перейдем, наверное, к другим вопросам. Что ж, есть очень интересующий, по крайней мере, меня вопрос. Так. В какой момент у вас заразилась идея о разработке так называемой программы «Я создатель»? И что вас подвигло к этому? Ну, это так же было, как вот 10 лет назад с «Эхо души». Я просто понял, что у нас огромное количество есть людей, которые что-то делают своими руками. И я понял, что... Ну, и мне очень хотелось бы, чтобы люди видели этих людей, чтобы они могли поделиться какими-то своими рецептами, своими мыслями, какими-то своими идеями, чтобы они видели, что вот человек сидит рядом со мной, который взял это, сделал, не побоялся, понимаете. Но, к сожалению, там так получилось, что я хочу эту программу продолжить. Я сейчас веду переговоры с какими-то нашими партнерами деловыми, которые могли бы взять на себя вот это все финансовую сторону, потому что в любом случае это все упирается в финансы. Как бы ты там не был крут, и там прямо вот... Но все равно тебе надо там за студию платить, операторам платить, всем платить нам, в общем-то. И я хочу это все-таки продолжить, потому что тема интересная. И у нас огромное количество есть людей, которые могут поделиться и с ровесниками, может быть, с молодежью о том, какими могут... Как можно свою жизнь повернуть куда-то, какими-то идеями своими поделиться. То есть вот как с эхо души у вас было, да? Что главная цель, чтобы собрать ребят, скажем так... Да я вообще не понимаю, зачем я это делаю. Но как-то мне вот, знаешь, сердце подсказывает, надо сделать, надо сделать. Все себе в убыток, в ущерб. Но на самом деле получается хорошо. И просто очень много было каких-то таких идей у меня в жизни, которые надо было продолжить. А ты по каким-то непонятным для тебя причинам перескакиваешь или забываешь. А потом смотришь, в твой раз идеи работают у других людей. Люди уже стали миллионы зарабатывать. А ты думаешь, ну как же надо было мне тогда продолжить. Понимаешь, никто не сказал, какой-то старший товарищ себе не сказал. А сейчас у меня есть такая возможность и молодежи, и моим юным друзьям подсказывать что-то. Потому что есть опыт, я считаю, что такой есть уже жизненный опыт, так сказать. Которым можно поделиться. Да, которым можно поделиться и сказать, ребята, вот не делайте это, да, потому что это будет не айс. Ну, а другое дело, что послушают, а не не послушают, это уже другое дело. Может, я и не прав, если честно. Сейчас же видите, как жизнь изменилась у нас. Так, мне еще вот интересный момент. Поэтому создатель, он будет еще, он будет продолжаться. Я хочу, чтобы, может быть, мы формат поменяем, может быть, чуть поменьше сделаем. Потому что, видите, сейчас все такое на стриме, все такое, все быстро. И ты уже эти ролики даже по 30 секунд не смотришь. А кто там будет 20 минут эту программу-то смотреть? Надо такой коротыш какой-то делать. Ну, посмотрим, как это. Чтобы завлечь внимание в плане, да? Ну, людям некогда сейчас. Ты как листаешь телеграм? У тебя там 500 каналов, ты посмотрел, что-то раз там листанул, листанул. Где-то там уже 15 секунд ролик с этими котиками. Уже до конца не смотришь, знаешь, чем там закончится. Ну, так, отступление. Скажите, пожалуйста, вы песни сами пишете? Да. Все с самого начала? Нет, не с самого начала. Я работал сначала, пробовал с композитором нашим Иркутским. Потом как-то сел за рояль и понял, что вот у меня что-то родилось. Насколько это родилось хорошо или нет, это уже время покажет. Но людям нравится. Потом я нашел себе очень классного аранжировщика Петра Стофеева. Это просто какой-то гениальный человек. Мы сейчас, когда начали работать с живой командой, понимаю, что им немножко тяжеловато даже вот эту аранжировку, которую Петя сделал, исполнить. Потому что, ну, очень досконально, такой щепетильный человек. И я им очень благодарен, потому что то, что сейчас у меня есть, это вот 90% заслуга вот аранжировщика. Ну, чтобы вы понимали, да? Я написал мелодию, записал ее на телефон, отправил мне Петя, посмотри. Но Петя посмотрел, что ему скажет, что Аркаша плохо, что ли? Ну, давай будем работать. Он делает аранжировку, отправляет мне какую-то демку. Я говорю, да, мне в принципе нравится, поехали. Едем в студию, начинаем писать, получая кучу замечаний, пишем раз, может быть, два, три, там бывали такие случаи. Но в итоге вот человек делает финальную какую-то стадию, отправляет мне готовый продукт. И ты понимаешь, что вот как это могло произойти? Ну, вот произошло, песня есть. Это вы сколько лет уже с ним работаете? Ну, уже, наверное, шесть лет. Шесть лет? А, кстати, вот тексты для песен. О, это вообще отдельная песня. Значит, мы на фестивале «Эхо души» 10 лет назад. Я познакомился с одной женщиной, с Натальей Калининой. И она говорит, слушай, говорит, Аркаша, у меня, говорит, есть такой текст, он лежит там с 97-го года, про адвокаточку. Говорит, ты посмотри, может быть, кому-то надо. Я хотел тогда продюсировать одну девочку. Там, мне показалось, что она может исполнять его в таком, знаете, стиле, ну, дворовом, в дворовом стиле петь. Ну, послушали, не получилось. Я говорю, слушайте, давайте-ка я вот эту песню там сам исполню. Мы написали песню, там получилось достаточно интересное. Вот, и исполнил такая, знаете, ну, дворовая песня про любовь, вот, хулигана и девушки. Барышня и хулиган, обычная история. И все, понимаете, меня там, как вы можете, интеллигентный мужчина, там, с высшим образованием музыкально, такое петь. Я говорю, а что такого я спел? Обычная нормальная песня. Он арзенбаум поет, Шефутинский поет, там у нас огромное количество первых звезд величины поют такие нормальные дворовые песни для души. И в итоге я с этой песней вышел на кремлевскую сцену в 2018 году. И иногда понимаю, что не надо слушать вот этих людей. Вот ты выбрал свою стратегию, ты иди и не ломайся, потому что никто тебе не скажет никогда, правильная она или нет. Только время тебе подскажет, только совесть твоя может подсказать, как это все будет дальше выглядеть. Поэтому Наташа Калинина пишет практически все мои тексты, за исключением, там, у меня есть друг в Израиле один пишет. И вот в начале января написал мужчина, Сергей Чувашов, он только что пришел из СВО, он там полгода был. И по контузии он вернулся в Иркутск и говорит, Аркаша, слушай, посмотри, у меня есть текст. Я говорю, ну отправляем, мы посмотрели. Потом получилась песня, она называется «Фронтовая». Вот я написал музыку, показал ему, он прямо так сильно обрадовался, отправил там ребятам за ленточку, они там слушают ее. И вот она же прозвучит у меня в концерте. В концертной программе. В концертной программе, да. В благотворительный концерт «Да будет жизнь». Да, 17 ноября. Давайте вкратце, чуть-чуть, буквально пару слов скажем об этом концерте. Что это вообще такое, проводили ли вы подобные концерты раньше. И перейдем к сюрпризу для наших зрителей. Я хотел три года назад сделать такой концерт. Ну такой, знаешь, вот он для друзей, такой вот юбилейный, такой отчетный концерт. Каждый артист должен какой-то показывать и подводить итог. Но не получилось нам это сделать в 2020 году по причине того, что началась пандемия. Потом были еще ряд причин, по которым я не мог это все сделать. Наконец-то я созрел и сказал, что все, или я сейчас делаю, или я не делаю вообще. Я вам скажу так, ребята, вот каждый шаг к этому концерту, это просто был какой-то квест. То есть это не просто так получается. Здесь какой-то затык, здесь какая-то проблема. Это все надо было решать, решать, решать. В итоге все как бы получилось. Концерт будет состоять из трех частей. Это патриотические песни, песни о малой родине, о которых я люблю очень. Там и глубинка сибирская. Я с глубинкой сибирской выступал на поле чудес. Мы с Якубовичем танцевали там вместе, да, в прошлом году. И песни как бы о жизни, о любви. Там есть песни и про Иркутск, есть и песни про весна, есть песня «Дача такая веселая». Я еду на дачу, хочу и плачу. Вот, поэтому вот такой будет концерт 17-го года. Из трех частей 17-го года. Да. Так, понятно. Но теперь я предлагаю нашим дорогим зрителям послушать песню Аркадия Стародубцева на стихи Натальи Калининой. Значит, песня посвящена нашему родному с вами городу Иркутску. Клип песни был снят к 360-летию этого города. И называется он «С днем рождения, Иркутск!». Да, потому что я очень люблю свой город, и я хочу буквально еще одну минутку посвятить этому делу, да. Где бы я ни был, где бы я ни работал, я хочу сказать, что Иркутск – это очень комфортный город для житья, для проживания. Очень комфортный. Ты из Иркутска можешь летать, в Пекин я летал, в консульство там делал концерты. Ты можешь летать в Сочи, там, в Магадан, в Якутск. Ты можешь в Москву летать, там, решать какие-то вопросы и делать концерты. Но жить, ребята, надо только в Иркутске. В общем-то, об этом и песня. Да? Да, конечно, конечно. Пусть простят меня друзья и поймут, Что про них я забываю порой. Самый лучший друг мой – город Иркутск, и характер у него непростой. Мы поспорить сможем до хрипоты, разругаться в пух и прах иногда. Только искренности и теплоты я не смог найти в других городах. С днем рождения, мой друг, мой город! Да чего же мы с тобой похожи? Ты отчаянно душою молод, я стареть не собираюсь тоже. С днем рождения, Иркутск, любимый! Обнимая тангора туманом, ты такой же, как и я, строптивый, я такой же, как и ты, упрямый. Мы в разлуке можем быть много дней, и друг другу по ночам не звонить. А потом лечу навстречу к тебе, чтобы радость и печаль разделить. Нет секретов у меня от тебя, да и я легенды знаю твои. И найти прекрасный город нельзя на просторах необъятной земли. С днем рождения, мой друг, мой город! Да чего же мы с тобой похожи? Ты отчаянно душою молод, я стареть не собираюсь тоже. С днем рождения, Иркутск, любимый! Обнимая тангора туманом, ты такой же, как и я, строптивый, я такой же, как и ты, упрямый. С днем рождения, Иркутск, мой город! Да чего же мы с тобой похожи? Ты отчаянно душою молод, я стареть не собираюсь тоже. С днем рождения, Иркутск, любимый! Обнимая тангора туманом, ты такой же, как и я, строптивый, я такой же, как и ты, упрямый. Я такой же, как и ты, упрямый, я такой же, как и ты. Спасибо! Очень классно, блин! Очень душевно, очень классно! Дорогие слушатели, зрители, к сожалению, на этом наша программа заканчивается. Огромное спасибо вам, Аркадий, за прекрасный разговор, действительно прекрасный разговор. А я напомню, тема нашего сегодняшнего эфира – благотворительный концерт «Да будет жизнь». В гостях у нас был Аркадий Стародубцев, автор-исполнитель, член Союза композиторов Иркутской области, а также ваши ведущие Ксения Соломаха и Александр Лесков. На этом все, еще увидимся! Всего доброго, до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok